Для меня большая честь здесь открыть свою выставку. Здесь чувствуется исторический дух, что помогает мне не останавливаться и проводить свои художественные исследования, начатое в 2019 году на тему усадьб России. Что с ними происходит, какая у них судьба. В моих представленных работах вы сможете увидеть конный двор, флигель, заброшенный усадь уголист, забытую усадьбу в Московской области, усадьбу Аминькирхе в Санкт-Петербурге и другие работы. Писал свою знаменитую картину «Река Истра». «Кровь не водится» – известная русская поговорка. Сейчас я вижу в деятельности своей дочери. Когда-то наши предки поддерживали русскую культуру художников и артистов, а теперь Юлия поддерживает интерес к русской культуре через свои работы. Красками восковыми, которые состоят из пчелиного воска, пигментов и домаровой смолы. Необходимо делать несколько слоев и обязательно в каждом слое наносить какой-то нагревающий элемент. И обязательно нужно фиксировать каждый слой либо газовой горелкой, либо строительным феном. Удивляет даже сам антураж, самоподача выставки, выбор места. Интересное, уникальное историческое место, творческое место, место Левитана, Чехова. И попадая сюда, конечно, уже настроен на какой-то такой лирический, креативный лад. Каждая картина, она привлекает к себе внимание, к своим расположениям, красиво интегрированным в природу. И, собственно говоря, само письмо, оно интересно, в первую очередь, наверное, и разнообразием сюжетов. Здесь мы можем наблюдать даже и разнообразие стилей, что особо приятно. Ну, с точки зрения эмоционального восприятия, картины, наверное, удивляют передачей настроения и глубокой искренностью. Приглашаю вас на выставку в этом прекрасном историческом месте усадьбы Киселевых, в котором обитали Левитан и Чехов. Эта выставка продлится до 24 октября. Приглашаю вас посмотреть на мои работы, которые посвящены усадьбам.